Задачи и перспективы Конституционного суда в системе государственной власти обсуждены в ходе заседания круглого стола, организованного Конституционным судом Республики Узбекистан и координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане. Площадка объединила членов парламента, представителей судебных и правоохранительных органов, министерств и ведомств научных учреждений. Доклады сфокусировались на широком спектре вопросов судебно-правовой системы. Особый интерес у специалистов вызвали такие меры, как создание единого верховного образования административных и экономических судов. Прозвучало, что реформами была охвачена и такая сфера, как защита прав граждан посредством конституционного правосудия. Внесены соответствующие изменения и дополнения в статьи 108 и 109 Конституции Республики. На основе этих изменений и дополнений принят новый конституционный закон. По мнению экспертов, он послужит дальнейшим укреплением роли и значения конституционного правосудия в обеспечении надежной защиты, усилении гарантий прав и свобод граждан. Конституционный суд наделен новыми полномочиями проверка соответствия Конституции Республики Узбекистан, принимаемых законов, а также закона о ратификации международных договоров до подписаниями их президентом Республики Узбекистан. Отмечалось и Национальным институтом по правам человека, что необходимо внести в конституционный закон изменения, то есть количество субъектов внести также и граждан. Наряду с этим рассматривались важные аспекты сотрудничества Конституционного суда законодательным и исполнительными органами государственной власти, национальными институтами по правам человека и ННО. Среди прочих обсуждались вопросы совершенствования судебной защиты прав человека, взаимодействия Конституционного суда с палатами парламента, Верховным судом, омбудсманом. Участники заседания выдвинули конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию и углублению сотрудничества. Субтитры создавал DimaTorzok